Не только недавние события в Бирюлёве, но и результаты соцопросов свидетельствуют о широком распространении антимигрантских настроений среди граждан России. С 25 по 28 октября очередной опрос провели аналитики Левада-центра. Целью исследования было выяснить, как россияне относятся к так называемым русским маршам. В опросе приняли участие 1603 человека в 45 регионах России. Выяснилось, что из числа опрошенных граждан 29% настроены скорее положительно, а 19% скорее отрицательно. Определенно «за» высказались 11%, определенно «против» 7% опрошенных. Чтобы узнать, какие мысли и чувства скрываются за сухой статистикой, корреспондент «Кавказского узла» побеседовал с прохожими на улицах Москвы в Центре притяжения миграционных потоков. Существует ли проблема миграции? В чем она заключается? Ну, в небольшой. Относительно за оплату местных жителей и как следствие, значит, нужно найти крайнюю. А крайнюю – это кто? Крайню – это приезжие. Хотя они, в общем-то, не виноваты, потому что сюда приезжают не от хорошей жизни. Понимаете? Поэтому здесь такая довольно печальная ситуация. А как бы вы решили эту проблему? Ну, если бы я смог решить, я бы, наверное, был, ну, как минимум, мэром города. Понимаете? Существует ли проблема миграции, как вы считаете? В чем она заключается? Во властях. А? Во властях. Во властях. Существует ли проблема миграции? У меня? Да, у вас прошу. Нет, у меня не существует. У вас не существует. А вы как давно в Москве? Очень давно. А у вас работа, жилье, все обеспечено, да? Да. Это, если честно, это придумывает самый кавказцы эта проблема. Проблем как таковых нет. Не знаю пока. Я недавно приехала, мне уже нет проблем. Вы нашли работу, да? Да. И жилье нашли? Да, да, да. Откуда вы приехали? Киргизстан. Существует ли в Москве проблема миграции? Да, к сожалению, существует. В чем она заключается? Она заключается в том, что наши власти совсем не контролируют приток, отток мигрантов. А вы лично сталкивались с какими-то проблемами, которые создают мигранты? Ну, преступность в основном. Ну, здесь, что сказать, преступность, то есть так называемая уличная преступность, ну, например, гопники так называемые. Сейчас это все мигранты исключительно. Насилие других национальностей Средней Азии и Кавказа внесли здесь, я живу всю жизнь здесь, столько беспорядка, болезней, воровства, поведения, что даже началась меняться культура. Я из метро сейчас, метро переполнено, так, во дворах много грязи, преступность увеличилась, но это уже общеизвестные факты. И вообще, как-то вот, вы знаете, уровень культуры Москвы начинает медленно снижаться. Опять же, касаясь того же метрополитена, чтобы была когда-то грязь в метро, такого не было вообще. Сейчас по всему метро катаются пустые бутылки, бумага, дурно пахнет, вообще стало ездить неприятно. Ну и плюс пробки в Москве невыносимые. Как бы вы решили? Мы, москвичи, честно, уже бежим из города, бежим за город и стараемся поработать больше времени за территорией Москвы, потому что в Москве стало тяжело. Существует ли проблема миграции? Конечно, существует. В чем она заключается? Потребности города гораздо больше требуют количества мигрантов, чем разрешено официально, по-моему, 200 или 250 тысяч. То есть городу нужно больше людей. И получается, что мигранты, которые нужны городу, становятся нелегальными. И, естественно, из-за этого начинаются проблемы у мигрантов и у всех остальных. Вот у нас на территории, где я работаю, бывший таксомоторный парк. И там отделывают здания под офисы. Было очень большое количество мигрантов. Да, я понимаю, конечно, дешевая рабочая сила, работодателю выгодно. Но они у нас там в наших уже зданиях и сантехниками были. То есть что-то у нас проблемы нам присылают и сантехников, и электриков. В одночасье приехали миграционные службы. Сейчас никого нет. Кому стало лучше? И стройка у них заморозилась, и у нас как бы проблемы в организации. Я считаю, что как бы вот это ежегодное снижение количества мигрантов, оно не соответствует, еще раз говорю, потребностям города. Мне вот очень жалко, я строитель, приезжих строителей. Я вообще и помогал им. И привозил им продукты тайно на стройку. Потому что люди не выпускали со стройки. А вот рыночных я бы их всех сгреб и увез бы в Антарктиду. Это хамы. Они стариков обирают просто, я не знаю, как бессовестно. Грубяются. Поэтому большая проблема. Как бы вы решили эту проблему, если бы это было в ваших сетях? Я бы, наверное, ввел какие-то все-таки заграждительные меры, в том числе квоты и так далее. Потому что все-таки это должно быть как-то урегулировано. Так, чтобы был учет, чтобы нехорошие люди к нам не ехали. Ехали хорошие, которые хотят там работать, учиться и так далее. Нехорошие нам своих хватает. Зачем они нам нужны? Это вот как-то так. Как бы вы решили эту проблему, если бы у вас была такая возможность? Жесткий ввод визового режима с Средней Азией. А вот для Северного Кавказа? Северного Кавказа исключительно работа с старшим поколением там. И потому что, к счастью, на Северный Кавказ можно влиять через старшее поколение, которое имеет большой вес в умах младшего поколения. Как бы вы решили эту проблему? Как бы решила? Как бы решила? Наверное, какой-то все-таки визовый режим, что ли. Город должен быть немножко закрыт. В целом, процесс этот нельзя остановить нигде, в том числе и у нас. Говорить о том, что сейчас мы закроем границу, ведем визовый режим, это, конечно, не выход из положения. Точно так же является выходом из положения, когда начинают всех под одну гребенку. То есть то, что у нас произошло совсем недавно, когда в поисках одного преступника тысячами задержали людей, стали издеваться над ними, стали унижать их достоинства, этого допускать ни в коем случае нельзя. Это люди абсолютно с чувством достоинства, это люди, которые могут пригодиться нашей стране. И тот потенциал, который есть у мигрантов, его надо использовать. Среди них есть очень хорошие специалисты, среди них есть люди, которые могут принести пользу. И, соответственно, если он дворник, значит он дворник. Если он хороший врач, то он должен работать как врач и приносить пользу нам. Как это делают в Израиле, мы прекрасно знаем, сколько наших, они тоже там являются мигрантами. И очень многие хорошие специалисты там себя нашли. Поэтому я думаю, что здесь нельзя однобоко рассматривать эту проблему. Ее нужно решать, и решать ее профессионально. И, конечно, коррупция. Самая страшная беда того, что происходит сегодня, это коррупция. Если бы мы в миграционной службе, в общем, меньше думали бы о деньгах. Если бы там еще кто-то, еще кто-то, мы все прекрасно это знаем. Существует ли проблема миграции в Москве? В чем она заключается? В продажности наших чиновников и милиции. Я бы что хотел? Я не хочу вот кровопролитие. Мне жалко и тех. Они остались без работы. Я много в молодости ездил по командировкам. Хорошие люди. Я был на Кавказе, был в Средней Азии, в Казахстане. Прекрасные люди, сами люди. А сейчас мы смотрим, как звери друг на друга. Понимаете? Видимо, оттуда не надо такими лавинами сюда идти. Это я боюсь, я боюсь. Закончится очень плохо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова